Магазин на доверии возможен и даже может приносить прибыль. Предприниматель из Таштыпа Александр Исаков 4 года назад открыл торговые точки без продавцов. Экономия на зарплате и расчет на честность покупателей, вопреки скепсису, оправдались. Правда, для этого кое-что установить все же пришлось. В этом магазинчике человек остается один на один со своей совестью. Те, кто хочет купить ароматные буханки, должен сам оставить деньги. Это раньше над идеей бизнесмена смеялись, а теперь жители Таштыпа так привыкли к магазинам на доверии, что не представляют, как можно обманывать. По-моему, это хорошая идея. Экономия на продавца и на доверии основана. Ну, здесь дело совести и чести, как говорится. Как это, из-за каких-то копеек будешь совесть свою терять? В Таштыпе, как бы, более-менее так, народ сознательный. Нет таких проказников, которые на халяву хочут попитаться. Но все гладко не бывает, и владелец магазина вынужден идти на компромиссы. Если у человека сейчас нет денег, он может взять булку и оставить расписку со своим именем. Мол, рассчитаюсь, когда смогу. Есть и такие, кто доверия не заслуживает, и за это попадает на своеобразную доску антипочета. Мы тебе напоминаем, приходи, верни, мы тебе фотокарточку отдадим за определенную стоимость. То есть мы же затраты понесли. Ну, действует, действует. Кто из них самый большой долг перед вами имеет? Вот эта женщина, фулиганистая такая, сказала, что больше не буду воровать. И вот уже, наверное, месяц не берет. Ну, тысячи на три наворовала. Ну, взяла в долг. Доверяя, но проверяя, в конце концов, понял производитель хлеба и установил камеру в кассе. Так можно отследить, все ли до конца рассчитываются, и кто попросту своровал продукт. Если совсем гнилой случай, им займется полиция. Ведь пострадавшему есть что предъявить нарушителю. Он говорит, я плачу. Я говорю, давай я тебе доказывать не буду. Отдам сейчас флешку в милицию, и ты им возьми и докажи, что ты порядочный, нормальный человек. Отдать? Он мне не отдавай. А вот народ порядочный, приятно смотреть. Все знакомые, все меня знают. Всех я знаю. Однако до крайности дело пока не доходило. И в своей затее с чудинкой Александр Исаков не разочарован. Наоборот, ему нравится, что магазин на доверии отлично показал психологию односельчан и отношение к чужому труду. Предприниматель успешно продает изделия своей хлебопекарни не только в Таштыпе, но и в Абазе и Матуре. Если все получится, бизнес он намерен развивать и в республиканской столице.